Трим Тим ищет новый дом. У нас тут есть небольшие проблемы с хозяином. Должны были быть мы с Рыжиком, потому что обычных людей за такое посадили бы... Ой, как надолго. Всем привет, ребята! С вами Аня Покров. И это что? Это новый выпуск новостей. Конечно же, где вас ждет что? Скандалы, интриги, расследования. Все верно. А перед началом просмотра обязательно подпишись на канал, поставь лайк, можешь сразу вклепать комментарий, потому что лучший комментарий попадает ко мне в выпуске. Давайте сейчас на них и посмотрим. И... Кстати, прикольные реальные комменты были вот в прошлом выпуске, потому что там ураган, все дела, стихия разбушевалась, и вы начали за нас переживать, но с нами все хорошо. И, кстати, моя первая новость как раз таки про это. Погнали! Трим Тим ищет новый дом. Вы все видели, что мы переезжаем, мы собираем коробки, мы уже практически все... Че, папе, че ты на меня так смотришь? Че, папе, хочешь в новости? Че, папа! Че, папе, ты стал главной звездой этого выпуска! Всем привет, с вами Че, папе, и это новый выпуск новостей. И сегодня я вам расскажу, как меня мучают хозяины в моем доме. Я, кстати, хочу уже тоже переехать в новый дом побольше, где будет побольше лазалок вот этих всяких, потому что я все-таки обезьян, и мне нужно веселиться. Вот. А мои хозяева Аня и Артур, они придурковатые немножечко, вот, кормить иногда меня забывают, конечно, на это я очень обижаюсь. Вот, еще включают кондеры, я мерзну, но потом сразу выключают, ладно. Вот, и так, нормальные типочки, короче, играемся с ними, кормят меня, пока не сдох. Все новости на сегодня. Короче, вещи мы собрали, а переезжать нам некуда. Да, так получилось, что у нас заканчивается срок аренды этого дома, плюс у нас тут есть небольшие проблемы с хозяином, и мы переезжаем. Но мы не нашли новый дом. И это не хайп, это не какие-то там инфоповоды, это реально так. То есть у нас, если что, на крайняк запасной вариант, вот, куда мы перевезли вещи, это дом для персонала, но жить-то мы там не сможем. И сейчас мы пытаемся экстренно найти дом, ничего не понимаем, в подвешенном состоянии, на коробках. Я вот ношу второй день одни и те же джинсы, потому что мне нечего надеть, вот, психуем все. Но надеюсь, что скоро все будет хорошо, если вы богатые и красивые, можете нас приютить. Кстати, недавно у нас оторвало балкон, но это вы видели, наверное, из предыдущего выпуска новостей про апокалипсис. Вы посмотрите, что тут произошло. Просто балкон упал вниз. Охереть! И это, конечно, жесть. Надеюсь, что на нас не повесит весь этот ущерб. Кстати, у Джигана тоже проблемы из этого урагана нехилые. А вчера ураган ра**ал весь мой двор. Новую беседку, батут. Мне по*****. У них снесло беседку, которую они только поставили. У них порвался батут и грильница. И все вместе. Это ущерб где-то на несколько, ну, около двух миллионов рублей, чтобы вы понимали. Ураган вот так вот прошел в Москве нормально. Кстати, Джиган наш сосед с Оксаной. Поэтому у нас с ними одни проблемы. Ой, ладно, не буду вам больше жаловаться. Давайте дальше. Кстати, я тоже скоро порадую вас новыми треками. Потому что вчера я была в гостях у Насти. Мы сделали, доделали один из треков, который я поеду скоро записывать. И написали еще один нереально крутой. Потому что опять все про меня, опять все про любовь. И девочкам по-любому взойдет. Получается, смотрите, я вам говорю. 27 июля я еду записывать трек про одного парня. Он выйдет в конце августа. Потом выйдет трек «Грустный» про первую любовь. Который у меня уже давно написан и записан. И я просто его должна доделать. Там типа первая любовь или вновь просто показалось. Мокрые глаза, я под тормозом, но все равно врезалась. И он вот такой вот будет трек. А вчера мы написали просто разнос. Реально. И я больше не верю, больше не плачу. Двери закрыты, а я иду дальше. Короче, девочки, поплачем с вами, посмеемся. Вам взойдет, я уверена. Давайте дальше. Спалила все интриги просто вам сейчас. Ну, потому что я болтушка, я по-другому не умею. Эдварда Билла лишат свободы. Эдвард Билл, который рассекал на своем ауди и не справился с управлением. Создал серьезное ДТП, где пострадала одна женщина. Эдвард Билл выплатил этой женщине 11 миллионов рублей, но уголовное дело до сих пор не закрыли. А сейчас известны новые подробности этого дела. Эдварда Билла посадили на два года под домашний арест. То есть он не может выходить из дома с 8 утра до 8 вечера. И его лишили прав на три года. Вот такое вот наказание вынесли Эдварду Биллу. И что сказать? Не знаю. Напишите вы в комментариях, как вы считаете это справедливо или нет. Какого наказания Эдвард Билл, по вашему мнению, заслуживает. Потому что я, конечно, не знаю, я в недоумении. Потому что обычных людей за такое посадили бы, ой, как надолго. А тут домашний арест. Странно. Валя Карнавал во Франции. Там, где сейчас должна была быть и я, и Рыжик. Валя Карнавал участвует в съемках Форд Боярда. И сейчас она вышла на счастье, поделилась, что это, конечно, жесть. Это оказалось не так просто, как она думала. Задание полная жопа. Пауки-то рантулы. Очень страшно. И, блин, зато, капец, так интересно. Я бы тоже могла быть там и там участвовать. Ну, да ладно. Все к лучшему. В Форд Боярде сейчас участвуют Валя, Карина Кросс, Хелен Йес. Должны были быть мы с Рыжиком. И, наверное, пока что это все, кого я знаю. И круто, конечно, круто. Там, наверное, вообще обосраться у них. Жду выпуска. Новый трек Дины Сайвой. Дина выложила отрывочек своего нового трека к себе в Инстаграм. Но после чего сразу удалила пост. Сказала, что это из-за того, что ей начали писать очень много негативных комментариев. О том, что песня не понравилась. Она расстроилась и удалила. Но она выложила еще этот трек в ТикТок. И многие умные подписчики, конечно же, успели его оттуда сохранить и даже выложить на Ютуб и так далее. Кстати, оказывается, это будет не ее сольный трек, а фит с Агундой. Агунда это те, кто луна не знает пути, но улетит. Вот этот хит. Вот. Получается, у них совместный трек. Ну, я не знаю, выйдет он или нет, если Дина расстроилась так сильно. Но посмотрим. Будем отдать. Ида Галич подарила папе машину. Причем не просто машину, а дорогущую тачку Мерседес ГЛЕ. Которую стоят около 8 миллионов рублей. И она сказала, вот, ради таких моментов стоит жить. Мама, папа, я вас люблю. Главное, не болейте. Ну, что сказать. Ну, самая радостная новость за сегодня. Сегодня очень круто. У нее есть такой папа пьевый. Ну, и мама. Презапапа именно такой смешной. Круто. Момичка, Ида. Момичка. Между Милохиным и Бабичем будет настоящий бой. Артур выложил в Инстаграм и публично вызвал Милохина на бой. Милохин, я вызываю тебя на бой. Покажи, на что ты способен, сосунок. Я жду. После чего Даня ему не отвечала. Артур заспамил. Ну, там, ну, если вы подписчики заспамили Даню все соцсети и так далее. Даня сказал, типа, у меня брекеты, боя не будет. Но сегодня он вложил пост в Инстаграм с боксерского ринга. И сказал, окей, раз ты хочешь бою быть, но он будет по моим правилам. И это бой будет со смешанными единоборствами. Артур Бабич, я соглашаюсь на твой вызов. Я принимаю твой вызов. Но бой будет по правилам смешанных единоборств. Что-то серьезное, походу, намечается. Попахивает жареным, потому что пацаны реально, видимо, решили заморочиться. И я жду. Я даже не знаю, за кого болеть. Знаю. Напишите вы в комментариях, кстати, как вы думаете, кто победит? Даня или Артур? А я жду. Я в первых рядах там буду. Я, мне кажется, буду плакать, если они будут драться посерьезки. Буду Артура защищать. А потом Даню. Сложно. Инстасамка изменилась перед всеми тиктокерами. Даша? Признала тот факт, что тиктокер – красавцы. Я отрицала тикток до последнего. Я не снимала тогда. Я думала, что это тупизм. Я думала, что это какая-то честная хуйня вообще, которая просто будет никому не нужна через полгода и все. И где-то месяцев 8 назад, когда я взялась реально за тикток и поняла, что мне там нужен 10 миллионов, и сейчас вот у меня 7, и я просто забираю все свои слова обратно про всех тиктокеров, про кого я что говорила, потому что это реально сложно делать. Типа, как бы вам не казалось, что они там просто кривляются, сделать аккаунт – это реально сложно. Это реально нужно работать, снимать, не забывать. Ну, короче, она сказала, что ей стыдно, что она называла, типа, всех тиктокеров уродцами. И когда она начала заниматься тиктоком, она поняла, что это нифига не легко удерживать аудиторию, каждый день находить звуки, снимать. И что она извиняется за свои слова. Ну, наконец-то. Правильно, Даша, правильно. И вы, ребята, поймите, что тикток – это нифига не легко. Это работает. Но YouTube сложнее. Мишель Кеннели снимется в проекте от Нетфликса. Мишель рассказала на своем видео на YouTube, что ее позвали в новый проект от Нетфликса. Мне позвонили и пригласили меня на кастинг на Нетфликс. Скоро меня увидите на Нетфликсе! Вы можете себе представить такое? Она прошла все кастинги и сейчас уже на финальной прямой. Ее везде одобрили, она всем понравилась. И она сказала, что встречайте новую актрису Голливуда. Офигеть! Вот это я понимаю. Девчонка из России. Если она... А, это вообще круто будет! Я так рада Мишельку вообще. Если все получится, я с вами очень посмотрю сериал с ней в главной роли. Даже если не в главной, я тоже посмотрю. Кстати, Мишель сказала, что она хочет стать актрисой и хочет пойти в Голливудскую школу кино и серьезно этим заняться. Давай, давай. Продвигай Россию в массу. Молодец. Казахстанский режиссер снял рекламу с Асапом Роке. Ребята, Казахстан! Это же мод рядышком. Короче, известный режиссер Айсултан Сиитов из Казахстана, который поработал не только с кучей российских звезд, но он снимал клипы известным артистам западным, на этот раз снял рекламу для американского магазина. И в съемках этой рекламы принял участие Асапом Роке. Круто! То Мишелька для Нетфликса, то тут казахи снимают рекламу с Асапом Роке. Вот видите, нет ничего невозможного. Скоро и про меня такие новости услышите. Я еще покорю Голливуд с Машуликом на пару. У ЛДЖ непорядки с головой. На днях ЛДЖ выложил несколько фото в своем инстаграме, где у него окровавленная голова, и также он выложил фотки МРТ. Ничего не понятно, больше ничего не известно, но если он вышел на связь, то значит уже с ним все хорошо. И сейчас подписчики гадают, настоящая ли была эта кровь. Это были все новости на сегодняшний день. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал обязательно. А с вами была я, Аня Покров. У меня затекли ноги. Я сейчас умру. Всем пока. Обнимаю, целую, пойду целоваться с чипами, кстати. А еще, ребята, помните, я вам обещала влог. Если вы наберете 5000 комментариев, вы, по-моему, 100 тысяч лайков, я сказала. Так вот, переходите на предыдущий видос. Если вы сможете это сделать, то влогу быть. Ну, я не верю, там слишком много лайков. Вы не сможете, наверное. Или сможете. Короче, все в ваших руках. А я, если что, готова снимать для вас самые интересные влоги. Ладно, теперь точно пока.